Священнослужители в станице Ленинградской и Краснодарского края исполняют на совесть призыв святейшего патриарха Кирилла выйти с проповедью за пределы храма. Не говоря о том, что при местной трехсвятительской церкви ведется активная духовно-просветительская работа с молодежью, миссионерская и социальная деятельность. О трудах духовенства уманского благочения подробнее нашей коллегии православной Кубани. Станица Уманская появилась на Кубанской земле практически вместе с первыми переселениями запорожских казаков в степи Кубани. Это казачье поселение берет начало с 1794 года и через два года станица будет отмечать 200-летие, что для истории Кубани дата немалая. Хотя сегодня здесь немного осталось потомков настоящих казаков. После революции они были высланы умирать в морозную казахскую степь. Да и саму станицу в 1934 году переименовали в Ленинградскую. Это название закреплено за ней и поныне. Уманским теперь называется только церковное благочение с центром в станице Ленинградской. В 90-е годы XX века здесь разрешили возвести храм вместо взорванного в советское время. И вот после 17 лет строительства в 2008 году куполами к небу вознесся Большой собор во имя трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Слатоуста. Огромнейшую деятельность здесь проводим. Конечно, большое стечение народа бывает и воскресное богослужение, поскольку это районный центр. И множество народа приезжает, особенно когда мощи привозят. А сегодня, слава тебе Господи, чутко к этому относятся. В храме трех святителей трудятся несколько священнослужителей, и каждый занимается определенным направлением социальной деятельности. Кто-то ведет работу с казачеством, кто-то опекает дом престарелых. Иначе в наше время без верия просто нельзя. Отец Константин Мальцев занимается детьми и молодежью. При храме действует православный молодежный центр «Уманский благовест». Есть братство православных следопытов. 17 лет ведет работу воскресная школа, и труды отцы священнослужителя несут немалые. Двухсторонние договоры с системой образования помогли взять под патронаж местный детский дом. Попадают сюда ребятишки из неблагополучных семей. Отец Константин преподает здесь закон Божий. Они очень благодарные детям, потому что они в чем-то ущемлены, может быть, материально. Когда-то, скажем, были ущемлены, потому что сейчас им все дают. А вот духовного им, конечно, не хватает. Какой-то тепла и заботы. Под благословение к батюшке с радостью подходят все – и маленькие, и те, кто постарше. Для ребят здесь обустроен святой угол с иконами, где можно помолиться Богу. Их детские, может быть, и из страдавшейся сердца, легко откликаются на проявление теплоты и заботы. Еще одна точка, куда спешит батюшка с преподаванием закона Божия – это семья Пожидаевых. Это обычные жители станицы, и отличает их от других то, что в этой семье на воспитание взяты девять приемных детей. Пожалуй, призыв святейшего патриарха выйти за пределы храмов с проповедью в станице Ленинградской исполняют на совесть. К примеру, даже сюда, в спортзал, отец Константин приходит в облачении. Здесь занимаются юноши и девушки, которые посещают православный молодежный центр. Мы там проводим беседы, нам это очень нравится. Проводим акции. Какие? Против абортов. Нравится, как проводить беседы и всякие акции проводить, что понимаете, для чего там что-то нужно, ходить в церковь для чего нужно. Многие в храм ребята как-то еще не готовы, стесняются, а спорт все-таки это уже какой-то объединяющий фактор. И общаясь там, также с ними засучив рукава, как-то показывая своим примером, что батюшка – это не только духовное лицо, он также и гражданин законопослушный нашего государства, но также ведет здоровый образ жизни. Более привычным видом деятельности является в Ленинградской воскресной школе. Но и здесь все не так просто. Примерно три четверти учеников из неблагополучных семей. Часть из них – дети, направленные с комиссией по делам несовершеннолетних. В ближайшем будущем при храме откроется девичий клуб «Степная ласточка», где девочек будут учить готовить и рукодельничать. И, конечно, у нас самый главный попечитель наш – это батюшка Георгий, настоятель, благочинный наш Оманский благочиня, протерея Георгия Меденцева. Мы ему очень благодарны за организацию всех этих святых деятельностей, за поддержку. Деятельность духовенства трехсвятительского храма, миссионерства, встречи, беседы – это, безусловно, тяжелый крест, который священнослужитель должен нести скротностью и благоговением. И Господь, видя труды и старания, посылает своим рабам утешение. В соборе на стекле отобразилась икона Пресвятой Богородицы. Замироточил образ Спасителя. Причем это очень редкий случай, когда мироточение исходит не из деревянной, а из железной иконы. Кто знает, может быть, благодаря этим трудам через время вырастет новое поколение, которое будет знать родную историю, любить свою культуру, хранить и приумножать в сердце дорогую православную веру.